Ребята, всем огромный привет и спасибо всем, кто, несмотря на сложности с загрузкой видео, продолжает оставаться здесь на YouTube и смотреть мои видео. Кстати, обязательно пишите вот прямо здесь сейчас в комментариях, как у вас работает YouTube. Если есть лайфхаки, как сделать так, чтобы он работал лучше, обязательно поделитесь в комментариях. Итак, сегодня мы обсудим с вами сразу несколько горячих тем, о которых активно говорят в соцсетях, и также поговорим про новые законы, которые могут отразиться на всех нас. Так что предлагаю не затягивать и поехали. Миллиарды долларов, семь детей и вмешательство самого Кадырова. И кажется, это мог бы быть сценарий для нового сезона Дома Дракона. Но нет. Это реальная история семьи, создавшей крупнейший маркетплейс в России. Валберес. И сегодня мы поговорим с вами о новости, которая взорвала просто интернет. Это развод основателей Валберес, Татьяна и Владислава Бокальчук. Но это, как оказалось, не просто семейная драма. Это история о больших деньгах, амбициях или вообще о рейдерском захвате. Но потому что чуть ли не каждый день она обрастает новыми удивительными подробностями. Друзья, добрый день. Я Владислав Бокальчук, создатель компании Валберес. Решил активно начать вести соцсети, чтобы рассказать вам, как построить великую компанию и успешный бизнес. И то, что вы сейчас увидели, это видео фейк. Но всего за несколько часов оно наделало очень много шума. И многие даже умудрились поверить, что перед ними реальный Владислав Бокальчук. И что он готовит очередной инфопродукт, который просто потеснит, наверное, поднадоевших нам всем за долгие годы Гасановых и Косенко. А поверили все этому видео, ну потому что история между Владиславом и его женой Татьяной Бокальчук, которая разворачивается прямо перед нами в публичном поле, принимает уже какой-то, ну, нездоровый оборот. И к ней все продолжают и продолжают каждый день подключаться новые известные лица. Дорогие друзья, я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью. Надеюсь, вы поступите благоразумно. Иван, должны вернуть домой, жена должна вернуться домой. Наша честь, но чтобы это довести до логического конца. Я взываю просто одуматься, взвесить, сесть за стол переговоров, найти какой-то общий язык, найти какие-то правильные решения, не ругаться публично и не позволять третьим лицам рушить вашу семью, потому что семья – это главный фундамент. Я думаю, что многие уже в курсе, но все-таки повторю. Тимати, Кадыров, Пригожин – все они, как один, взялись помочь восстановить одну отдельно взятую семью. Я на это все долго смотрела и думала, а что вообще происходит? Одна сторона уверяет, что это рейдерский захват бизнеса и, собственно, самой жены. Так говорит Владислав Бокальчук. Жена уходит дома, связалась с непонятной компанией, которая под длинным объединением сжимает бизнес, выводит активы. Я считаю, что Татьяна находится под влиянием, совершает неадекватные, невыгодные для себя и для семьи действия. А с другой стороны ему ответ – не рейдерский захват, а развод. Отвечает на все эти обвинения Татьяна Бокальчук, она же, собственно, соосновательница и генеральный директор маркетплейса Валберес. И, на минуточку, Валберес является одной из самых крупных и популярных площадок онлайн-торговли в России. Ну, нам бы с вами это не знать, да? Всем привет! У меня все хорошо, я жива-здорова. Недавно мы с командой приняли решение о том, что нам необходимо трансформироваться для того, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнеров и для наших клиентов. Сделка полностью одобрена и поддержана, и спасать меня ни от кого не нужно. Я считаю, что личная жизнь каждого человека – это личное дело этого конкретного человека. И буду рада, если мне позволят подробности моей личной жизни оставить при себе. Тем не менее, я подтверждаю начало бракоразводного процесса. И после всей этой заварушки действительно стало известно, что это никакой там не пиар-ход, а действительно Татьяна подала заявление на расторжение брака в суд. Здесь соглашусь, личная жизнь должна оставаться личной. И знаете, друзья, я когда услышала эту новость, первое, что мне, наверное, пришло в голову, а ведь это почти как развод Джеффа и Маккензи Безос. Для тех, кто не знает, напомню, основатель Амазон, самый богатый человек в мире, и его жена расстаются после 25 лет брака. О разводе пара объявила в январе 2019 года. Вскоре после этого выяснилось, что у Джеффа была внебрачная связь с журналисткой Лорен Санчес. Это стало одной из причин расставания супругов. Но, несмотря на такие скандальные обстоятельства, пара заявила, что они расстались с друзьями и будут вместе воспитывать детей. Это говорит о том, что им удалось сохранить уважительные, относительно мирные отношения после развода. Но я не просто так вспомнила сейчас этот пример с Амазон. На самом деле, эти бракоразводные процессы, они очень похожи. Смотрите, оба брака были долгосрочными. Безосы были женаты 25 лет, Бакальчуки более 20 лет. В обоих случаях речь идет о разделе значительных финансовых активов и бизнес просто империи. Для Безосов это была компания Амазон, для Бакальчуков это Валберес. В обоих случаях причины развода связаны с личными отношениями супругов, а не с бизнесом напрямую. Татьяна Бакальчук заявила, что крах брака начался задолго до идеи объединения с РУС. Об этом чуть позже. И как в случае с Безосами, развод Бакальчуков стал предметом широкого общественного обсуждения. Кстати, если вам интересно первыми получать интересные новости и факты, и вообще в принципе быть со мной на связи, если вдруг что-то случится с Ютубом, то обязательно переходите на мой телеграм-канал «Проект Шмеля». Вот здесь вот вы сейчас видите QR-код, он сейчас на экране, и прямая ссылочка будет в описании под этим видео для тех, кому лень сканировать QR-код. Но самое главное вообще в этой истории, что меня, например, поразило, что, как и у Безосов, у Бакальчуков не было брачного договора, что супер усложняет сейчас процесс раздела имущества и бизнеса. И вот это меня реально удивило. На первый взгляд это действительно кажется очень странным, особенно сейчас в мире, где финансовая безопасность и защита активов таких влиятельных людей играет супер важную роль. Но потом я задумалась. А давайте вспомним, как изменилось отношение к брачным договорам за последние десятилетия. В 90-е и в начале 2000-х годов, когда многие как раз-таки из этих браков заключались, брачные договоры не были столь популярны, как сейчас. Тогда их часто воспринимали, как, знаете, нечто, что может подорвать романтику и доверие в отношениях. Это как раз-таки, мне кажется, было время, когда многие верили в идею «любовь побеждает все». И юридические вот эти все формальности, да, они казались какими-то излишними. Но если мы посмотрим на современный мир, то мы увидим, что отношение к брачным договорам, оно очень сильно изменилось. Сегодня они считаются абсолютно разумным и нормальным шагом даже для людей, которые не обладают большими активами, а просто вступают в брак, имея или планируя, да, что-то покупать. На берегу они сразу договариваются. Ну, потому что лично для меня брачный контракт – это не только способ защитить свои финансы, но и возможность избежать долгих и дорогостоящих различных судебных разбирательств в случае развода. И в этом смысле это своего рода такая, знаете, страховка, которая позволяет партнерам чувствовать себя более уверенно. Но это лишь мое личное мнение, ваше буду рада услышать в комментариях. И почему именно тема брачного договора меня так зацепила? Потому что у меня тоже есть брачный контракт, например. И я не вижу в этом ничего страшного. Наоборот, это просто возможность заранее, как взрослые люди, определить правила игры. Это совершенно не про недоверие или сомнения в чувствах, а скорее про зрелость и готовность к разным жизненным ситуациям. И вот мне кажется, такой подход помогает как раз-таки избежать возможных конфликтов в будущем, да, и сохранить уважение к партнеру, даже если отношения потерпят изменения. Ну, потому что мы все меняемся, мир меняется. И тот человек, за которого вы выходили замуж или женились 10-20 лет назад, через это время уже может претерпеть какие-то изменения. И вам уже будет не окей в этих отношениях. Так вот, брачный контракт – это способ поставить все на свои места с самого начала, но чтобы потом не было неприятных сюрпризов. А в течение времени уже можно сносить там даже какие-то изменения. Да потому что в современном мире, да, вот где жизнь так непредсказуема, это, возможно, один из самых мудрых шагов, которые можно предпринять в отношениях. Здесь должна быть, наверное, реклама какой-нибудь юридической конторы, но ее не будет просто вот делить своим личным мнением. Но я понимаю, что тема на самом деле довольно острая и до сих пор вызывает разные мнения, поэтому мне очень интересно, и я с удовольствием почитаю ваши комментарии и жду ваши мысли по этому поводу здесь, под видео. И самые яркие и интересные мнения я обязательно опубликую в следующем ролике. Так что не стесняйтесь, делитесь своими точками зрения. Жду ваших горячих споров. Но вернемся все-таки к нашей теме. С чего вдруг началась вся эта публичная Санта-Барбара? Ну, по-другому, потому что сказать действительно сложно. А началось все с информации о том, что Marketplace Wildberries и оператор наружной рекламы группа РУС объявили об объединении с целью создания цифровой торговой платформы. Что-то очень сложное, но на простом, типа потеснить Амазон, Алибабу и прочих мировых гигантов. Правда, вот по мнению Владислава Бакальчука, перед ним ничто иное, как рейдерский захват. Это, если говорить простыми словами, недружественное поглощение предприятия против воли собственника. Хотя сама Татьяна уверяет, что нет никакого захвата. Компании работают в стабильном режиме, а все обязательства исполняются в полном объеме. Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей? И кем? И с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством? Честно говоря, для меня большая загадка. При этом Владислав настаивает, что с Татьяной происходит что-то странное. И более того, по его словам, все эти годы он работал в тени Татьяны. А история о том, что она основала Валберес в одиночку, не более чем маркетинг. Тем временем Татьяна настаивает, что у Владислава всего 1% акций и участия в делах компании он не принимает. Она, кстати, также отметила, что причины развода гораздо глубже и лежат они в плоскости личных отношений. А как я и говорила ранее, крах их брака начался задолго до идеи объединения вот с этой самой компанией РУС. И что еще хочу сказать, что развод – это, конечно же, дело личное и внутрисемейное. И пусть мы уже давно привыкли, что разводы публичных людей часто становятся достоянием общественности, но вот такое бурное обсуждение и вмешательство со стороны посторонних людей, типа Тимати, Пригожина, Кадырова, я лично не могу припомнить. Хотя справедливости ради отмечу, что еще месяц назад, то есть до всей этой истории с рейдерским захватом и возвращением блудной жены в семью, эксперты тоже затруднялись найти серьезные рыночные основания для этой сделки, поскольку у компании абсолютно разные сферы деятельности, а по доходам и прибыли Валберес в несколько раз крупнее. Но в то же время эти же эксперты, кстати, признавали, что вот у этой компании РУС, с которой Валберес объединяется, есть нужный административный ресурс, который все же может быть очень полезен Валберес. Не будем сейчас углубляться в детали бизнес-процессов и вот этих слияний больших компаний, мы здесь не для этого. Я вот что хотела еще сказать, что развод сам по себе процесс непростой для обеих сторон. Кем бы не было принято это решение. А здесь речь еще идет об огромных, просто огромных деньгах. Но если посмотреть внимательно вот на эту ситуацию, что мы видим? Успешная бизнес-леди, мать семерых детей, решает развестись с мужем и объединить свою компанию с другой. И тут внезапно появляется в инфополе твой муж в компании Рамзан Кадырова, который обещает вернуть жену в семью. И вот тут я хочу спросить, простите, а мы в каком веке живем? Это звучит как сюжет из какой-то средневековой драмы, а не новости 2024 года. А теперь представьте себе, что это вы, Татьяна Бакальчук. Вы построили вот эту бизнес-империю. И вдруг ваша личная жизнь становится достоянием общественности. Каждое ваше решение обсуждается в СМИ, а в ваши семейные дела вмешиваются политики. Как бы вы себя чувствовали? Я бы, наверное, мягко говоря, офигела от такой вот концепции. И знаете, что мне еще интересно? Как вся эта ситуация повлияет на бизнес в Альберес? Мы же знаем множество примеров, когда личные проблемы основателей приводили просто к краху компаний. Вся эта репутационная история в рамках больших корпораций, она очень важна. Хотя, с другой стороны, тот же самый Амазон, он же как-то пережил, да, развод бизнесов без особых проблем. Но что будет с Валберес? А давайте теперь немного пофантазируем. Представьте, что эта история не просто развод, а часть какого-то большого бизнес-плана. Ну, такое же тоже может быть, да? Возможно, Татьяна Бакальчук решила таким образом защитить свои активы. Или это способ, например, поменять структуру компании без лишнего шума. Звучит как теория заговора, понимаю, но в мире большого бизнеса и не такое бывает. О чем вы говорите? У нас блогеры такое вытворяют, да? И вот знаете, что меня еще удивляет? Это реакция общества. Почему мы, да, я сейчас не говорю, кто тут еще, а вот почему мы так увлеченно следим за чужими разводами? Может быть, мы просто любим драму, особенно когда она происходит с богатыми и знаменитыми? В любом случае, эта история еще далека от завершения. Впереди сложный процесс развода, возможные споры о разделе имущества, неизбежные изменения в структуре компании. И кто знает, может быть, через пару лет мы будем с вами смотреть сериал «Валберес. История одного развода» на каком-нибудь стриминговом сервисе. Ну а мне, еще раз повторюсь, будет интересно услышать, что вы думаете об этой ситуации. Пишите свои мысли в комментариях. Давайте обсуждать. Ну а вот уж кто точно умеет создавать хайп чуть ли не на ровном месте, так это Эдвард Билл, который в очередной раз доказал, что для этого нет никаких моральных и этических границ. Журналисты сообщили, что историю об ампутации ноги он просто, внимание, выдумал. Но давайте немного отмотаем назад, чтобы понимать, с чего вообще эта история началась. Вместе с другом блогер-пранкер Эдвард Билл напялил форму вымышленной самокатной патрульной службы, встал на служебный самокат по лицапле и пошел кошмарить народ сначала в Одинцово, а потом уже в центре Москвы на Неглины. Для тех, кто давно подписан на мой канал, знают, что наш старый знакомый Эдвард Билл он любитель вообще нарушать ПДД. И вот он придумал новое развлечение. На одном из видео, к примеру, он остановил парня с девушкой якобы за то, что те ехали по встречке. И в наказание решил конфисковать у них самокаты. Все серьезнее некуда, на случай возражений у них даже была припасена статья 55 самокатного кодекса. Ну, и пусть выдуманного. Биллу с товарищем это никак не мешало. Они лихо оформляли липовые протоколы об административном нарушении. А несогласные грозились доставить в отделение. Закон, закон назовите мне? Статью конкретную. 65-я, часть 3-я. На ходу придумал. А что это за погоны? Это кто вообще? Старший сержант решала. Сейчас вас доставим в отделение. В отдел поедем? На этом поедем? На эвакуацию. Я сюда не встану. Да, мы забираем их. Вы такие детские, умные. Вы что, лучше всех знаете все? Вы что, не видите, что вы творите? Вы едете по... И в одном из предыдущих роликов я уже рассказывала о беспределе, который творят самокатчики на улицах города. И упоминала, что их нарушения в большинстве случаев остаются незамеченными и безнаказанными. И вот, пожалуйста, страна нашла своего героя, Эдварда Билла. Он вышел творить справедливость на дорогах. Только вот настоящие правоохранители помощь таких коллег на дороге не оценили. И задержали их уже на основании реальных законов. Говорят, они мешали движению транспортных средств. В итоге Билл вместе с другом получил 13 суток по статье «Мелкое хулиганство». А значит, административное наказание для административного ареста на 14-13 суток с отбыванием наказания специального приемника номер 2 в Европе России по городу Москвы. С одной стороны, ситуация с арендованными самокатами настолько серьезная, что действительно отдельная патрульная служба как будто бы и не помешает. Но с другой стороны, это ведь не повод устраивать самостоятельные расправы с нарушителями, тем более прикрываясь фейковой формой. Тем более, когда и сам с ПДД не дружишь. Если вдруг кто не в курсе, не так давно Эдвард Билл получил реальную уголовную статью за массовое ДТП с пострадавшими. После этого он выпустил трогательный ролик, в котором, значит, извинялся и уверял, что встал на путь истинный. Я сам на себя это навлек, понес ответственность и буду нести ее до конца. И вот к чему его это привело. Кстати, чуть позже стало известно, что 13 сутками Билл не ограничится и останется в спецприемнике еще на 14 суток. А вот теперь интересные подробности. Выяснилось, что во время вот того самого пранка с самокатной службой Билл спровоцировал сначала словесный конфликт, а потом и массовую драку. Только вот почти сразу после этого в СМИ стали появляться тревожные новости. Билла срочно госпитализировали из-за серьезных осложнений с ногой. Оказывается, за три месяца до ареста он упал с самоката и получил открытый перелом ноги. Не до конца вылечившись, он принялся снимать свой новый пранк. И в спецприемнике нога вновь заболела и стала опухать. Пришлось вызвать скорую. И дальше каждый день новые тревожные подробности. У Эдварда началось заражение крови, врачи будут делать переливание. Медики спасают левую ногу Билла. Операция идет уже четвертый час. Биллу провели уже три операции, готовят к четвертой. Родные Эдварда Билла сообщили, что ему ампутируют ногу. И вот, наконец, счастливый исход. Врачи смогли спасти ногу Эдварда Билла. Мы всей командой следили за этой драмой. Новости публиковались в самых крупных и авторитетных СМИ. И никто не ожидал подвоха. Но тут появляется информация, что, оказывается, ампутация ноги Биллу не грозила. Вся поднявшаяся шумиха – это банальная попытка хайпануть. Врачебная тайна сыграла Эду только на руку. Операция на ноге была всего одна. Это раз. Длилась она всего 35 минут. Это два. И ампутировать ее никто вообще не собирался. Даже такой вопрос не стоял. Это три. И по данным Мэш, историю про несколько сложнейших операций, заражение крови, переливание и чудесное спасение разгоняла команда Билла. Все новости появлялись в СМИ и исключительно с подачи родных и соратников блогера. Одна из версий, для чего это им, собственно, потребовалось. Ну, чтобы поднять общественный резонанс и вытащить Билла из-под двухнедельного административного ареста. Но, увы, несмотря на госпитализацию, суд оставил пранкера отбывать наказание. А вот что, по данным журналистов, было на самом деле. У Эдварда, и правда, случилось осложнение на месте перелома. Его госпитализировали и экстренно прооперировали. Вскрыли и удалили гнойный очаг. Никакого сепсиса не было. Все показатели состояния были в норме. Слово адвокат Билла не стало провергать информацию о том, что история с ампутацией была выдумана. Сейчас моя основная задача сделать так, чтобы он не вернулся в спецприемник. Считаю, все законные основания для этого существуют. Я стараюсь донести до органов эту информацию с доказательствами, что его возвращение в спецприемник будет сопряжено с тем, что эта история с ногой повторится. А учитывая, что он был на антибиотиках, иммунитет у него ослаблен. Как мне кажется, заражение во второй раз будет еще сильнее. Это мое предположение. При ослабленном иммунитете вероятность подцепить какую-то заразу больше. Наша позиция такова, что тех условий, в которых он должен проходить лечение, там нет. Только вот по мнению юристов, если выяснится, что ложная информация распространилась Биллом и его командой намеренно, чтобы повлиять на судебные органы, это может серьезно ему аукнуться, вплоть до уголовной статьи. Так что, как говорится, продолжение следует. Ну а мы идем в следующую новость, очень интересную. И сейчас хочу показать вам вот это видео. На нем Анфиса Чехова. И сразу и не сообразишь, а что, собственно, происходит. Не буду долго томить, перед нами таинство активации кундалини. Согласна, понятнее не стало. Обязательно расскажу, что это и зачем. Но для начала давайте просто посмотрим. Так. Возвращаемся в реальность. Что здесь происходит? Ведущая Анфиса Чехова поделилась в своих соцсетях, что на видео проходит обучение по активации кундалини. Видимо, курса о путешествиях по прошлым жизням ей было недостаточно. Был у нее такой, да. Если вдруг не смотрели мои прошлые видео, обязательно подпишитесь на канал и посмотрите. Постоянные зрители могут даже вспомнить мой ролик на эту тему. И вот сейчас Чехова расширяет горизонты и осваивает практику под названием inner dance. То есть внутренний танец по инерции, который возникает из-за, процитирую, оживающей энергии кундалини. Говорят, она есть у каждого человека. И вот когда эта божественная, как называют ее Анфиса, энергия оживает, начинаются всякие чудеса. Вы уже, наверное, догадались, какие именно. Но я на всякий случай перечислю. Излечиваются болезни, разблокируются новые эмоции, приходит осознание своего предназначения, выходят подсознательные программы и много всего прочего. А свои ощущения от практики Анфиса назвала, вот сейчас давайте опять процитирую, оргазмом сердца. Не больше, не меньше. Так что же это вообще такое кундалини? В йоге и эзотерике так называют энергию, которая сосредоточена в основании позвоночника человека. Грубо говоря, кундалини – это символ его физической энергии. А вот как описывает процесс пробуждения кундалини учитель Анфисы, у которой она и проходит свой тренинг. Это трансформационный процесс самопробуждения, который катапультирует людей в мир более глубокой осознанности и активирует понимание смысла своего рождения. Нашу основную причину – существование на планете. Это интуитивное воспоминание своего истинного я. На своем тренинге мастер обещает обучить основам иннердэнса – это спонтанно возникающие движения, которые случаются по мере продвижения внутренней энергии по телу человека. Собственно, выглядит это как-то вот так. Можно с бубном, можно без. Но теперь хотя бы понятно, что, собственно, происходило на видео с Анфисой. Кстати, эти танцы с бубном можно даже удаленно практиковать. Кундалини активируются и на расстоянии, и онлайн, и через Wi-Fi с Bluetooth. Чудеса да и только, правда? Стоит такой тренинг всего ничего – 224 тысячи рублей. Так сказать, доступно. И если вдруг что-то пойдет не так, и вы решите прекратить обучение, вернуть эти деньги не получится. Ну, по крайней мере, так нас уверяют на сайте. Зато уже после одного такого тренинга якобы можно практиковать хоть индивидуально, хоть в группах, хоть очно через монитор. В общем, совсем скоро Анфиса Чехова сможет активировать всех желающих. А в полку блогеров-экспертов скоро прибудет. Кстати, про блогеров-экспертов. У нас тут Ксения Бородина, если вдруг кто пропустил, получила заветный диплом психолога. Она окончила факультет психологии МГУ и вроде как даже с красным дипломом. Так что теперь Ксения – дипломированный психолог. Сама Бородина назвала это одним из лучших решений в своей жизни и добавила, что продолжает обучение в другом институте. А вот подписчики ее радость особо не разделили и принялись отвешивать в комментариях колкости. И непосвященные могут даже не сразу понять, в чем тут дело. А дело в том, что на фоне информации об обучении на психолога, Бородина регулярно становится героиней самых разных скандалов. И с завидной регулярностью разбирает у себя в сторис истории знаменитости. От разводов до высказываний. Причем далеко не всегда корректно. Или развешивает ярлыки на своих подписчиц. Мне кажется, это вы не считаете нужным, чтобы вам дарили цветы. Потому что прежде всего это ваше отношение к себе. Потому что вы это разрешили и позволили. Если мне Джек не дарит подарки, то как бы я не знаю, как к самой себе тогда после этого относиться. А еще открыто оскорбляет некоторых своих коллег по психологии. К примеру, Вероника Степанова. В общем, что я тут могу сказать. Саморазвитие это, безусловно, прекрасно. Но я вижу здесь два важных момента. Первый, собственно, это качество самого образования. Увы, далеко не всегда даже наличие диплома гарантирует, что перед нами какой-то классный специалист. Зато как удобно прикрыться корочкой, если тебя пытаются поймать на непрофессионализме. Поэтому, друзья, да, я всегда настаиваю на том, чтобы проверять наличие профильного образования у любого эксперта. Но при этом важно понимать, что само по себе его наличие далеко не гарантия, что перед вами классный профессионал. Смотрим, изучаем, делаем выводы. И второй момент – это возможность транслировать спорные учения и мысли на свою огромную аудиторию. Опять же, для себя можно, конечно же, можно заниматься чем угодно. Но когда выносят это в публичное поле, рекомендуя и настаивая на том, что это точно работает, это уже too much. Ну, как по мне. Ну, а теперь давайте перейдем от публичных людей к темам, которые касаются нас всех. И начну, наверное, здесь с замедления Ютуба. Я про это высказывалась в своем прошлом ролике. Вот, можете перейти, посмотреть. Он получился очень личным и очень душевным, поэтому буду рада, если вы его посмотрите. Так вот, новостей насчет Ютуба так много, то его замедляют, то отменяют это замедление, то он работает, то он опять не работает. Короче, не разобраться. И вот буквально на прошлой неделе депутат Денис Парфенов направил в Роскомнадзор свой депутатский запрос с призывом восстановить работу Ютуб. В своем обращении он обратил внимание на то, что Ютуб стал очень важным источником образовательного и развлекательного контента для многих миллионов людей. С этим точно не поспоришь. И согласно результатам опроса Федеральной службы охраны Российской Федерации, 85% россиян высказались против блокировки и замедления видеохостинга. И по мнению Парфенова, замедление работы Ютуб, цитирую, не отвечает запросам общества, а отечественные аналоги уступают видеохостингу Google и не пользуются широкой популярностью. Его, кстати, поддержали некоторые коллеги по цеху. Он, например, депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев считает, что замедляя работу Ютуб, партия власти использует страусиный метод. Погружая голову в песок в надежде избавиться от назойливых антироссийских каналов в сети интернет. А Нина Астанина уверена, что запретить Ютуб – это как закрыть окна в 21 веке и отградиться от всего мира. Согласна с ней. И очень хочется верить, что к обращениям и блогеров, и депутатов, и большинства граждан все же прислушаются. Правда, пока что вместо этого появилась информация о том, что Роскомнадзор потребовал удалить все инструкции по обходу замедления Ютуб. Такие письма якобы уже начали поступать на почту владельцев некоторых форумов. За отказ выполнить это требование им грозят блокировкой. А кроме того, Роскомнадзор потребовал у операторов связи информацию о серверах Google в России. Зачем им это нужно, вся эта информация в ведомстве не пояснили. Но сообщается, что на момент ухода из страны у Google было около от полутора до двух тысяч серверов. Но они считают, что сервера Google могут изъять у операторов связи в рамках дела по банкротству российской дочки компании. И это гарантированно приведет к ухудшению работы Ютуб и дополнительным издержкам оператора связи на передачу видеотрафика. Вот такие сегодня новости про Ютуб. Ну а теперь давайте скажу несколько слов о новых законах, которые приняли и которые появились буквально на днях. Расскажу вам о тех, которые показались лично для меня такими самыми значимыми. Итак, здесь у нас закон, обязывающий блогеров с более чем 10 тысячами подписчиков передавать данные о себе в Роскомнадзор. Что это значит? Тезисно. Во-первых, блогеры и владельцы каналов с аудиторией более 10 тысяч человек с 1 ноября этого года должны будут сообщить ведомству о себе все данные. Состав этих данных и порядок их предоставления утвердят чуть позже. Можно не прийти, но тогда на канале нельзя будет размещать рекламу и делать из них репосты. Во-вторых, если на канале больше 500 тысяч человек, то они будут обязаны передавать всю информацию от подписчиков по запросу или, собственно, в Роскомнадзор или ФСБ. Ну и в-третьих, владельцы мессенджеров будут должны исключить получение пользователями сообщений от неизвестных собеседников. Ну а кроме этого, их также обязали предоставлять сведения о пользователях по требованию органов власти. Закон уже подписан, так что, увы, остается только принять его как данность. Если этот закон без преувеличения коснется очень многих, то следующий носит уже более узкий характер, хотя именно его лично я очень ждала. Подписан закон о запрете трэш-стримов. Для участников таких трансляций и их организаторов предусмотрены штрафы на сумму до миллиона рублей. А если во время трансляции будет совершено преступление, это станет отягощающим вину обстоятельством. Ну и завершает мою подборку закон о запрете на продажу энергетиков несовершеннолетним. И, согласно ему, продавец будет обязан отказать в продаже энергетиков, если в отношении возраста покупателя есть сомнения. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. При этом авторы закона отметили, что ранее в России не было специального закона, который регулировал бы продажу энергетиков. Однако в этом есть острая необходимость, так как молодежь без ограничений покупает их и потребляет в таком количестве, что это наносит существенный вред здоровью. Также, кстати, отмечается, что регионы смогут сами устанавливать перечень объектов, где запрещена продажа тонизирующих напитков. А также ограничение времени и мест их продажи. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца. Я буду очень рада почитать ваше мнение здесь, в комментариях, поэтому не забывайте их писать. Ну а я прощаюсь с вами совсем ненадолго, буквально до следующего видео. Я всех люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok